...выполнить третий разряд, представьте себе, какой примерно уровень, какой объем работы вы должны выполнить в течение года для того, чтобы, например, пробежать марафон. Для кого-то достаточно два месяца побегать, и он пробежал марафон. Потому что человек всю жизнь чем-то занимался, другими видами спорта, физически подготовлен, от природы одолен. А кому-то и года не хватит для того, чтобы привести себя в форму определенную, и этот марафон пробежать. Поэтому надо исходить из состояния человека на данный момент. Единственное, что существует в любом атлетике достаточно серьезная разница между третьим и вторым разрядом, варианты развития событий. То есть это отсутствие прогрессии, но некое поддержание формы. Когда каждое следующее тренировочное занятие, то есть они как бы просто регулярно повторяются, но не приходится на стадию вот этой суперкомпенсации. То есть просто форма поддерживается определенным уровнем. Это такой вот идеальный вариант, когда каждая следующая тренировка на стадию суперкомпенсации приходит, и в целом у нас то некое качество, которое мы развиваем, оно, соответственно, растет. Бывает вот такой вариант, когда каждая следующая тренировка происходит в состоянии недовосстановления, и мы начинаем организм, наоборот, загонять в некую яму. Но иногда это используется вот таким образом. серия тренировок на уровне недовосстановления, а потом такая суперпуперкомпенсация. То есть это такие вот блоки. На самом деле в спорте, в общем-то, особенно в профессиональном, в основном используют именно вот такая система серии тренировок. Между ними обязательно некая вот эта стадия восстановления, которая позволяет выйти на новый уровень. В любительском спорте и в альпинизме, где люди чаще всего недостаточное внимание уделяют физической подготовке, чаще всего наблюдается вот такая ситуация, когда человек просто поддерживает форму на определенном уровне. ну и это неплохо. Вот. Значит, очень такое, ну здесь на самом деле очень много таких вещей спорных, но так в целом для понимания вот часто используется вот такая табличка, ее очень много где можно встретить во всяких интернет-ресурсах, книжках каких-то, хотя это такие вещи очень обобщенные. То есть что в организме сколько времени требует для восстановления. То есть вот эта вот кривая, вот эта суперкомпенсация, она на самом деле для каждого из этих качеств она своя. то есть вот восстановление гликогена в мышцах, то есть это тот углевод, который непосредственно в мышечных клетках находится. Вот. А вот оно занимает там от 12 до 48 часов. Опять же, в зависимости от того, насколько вы его исчерпали во время тренировки и в зависимости от того, насколько ваш организм натренировал. Волод, значит, то есть вот для него будет этот период вот этого колебания, вот он будет там, грубо говоря, в среднем 36 часов. А для формирования там целых клеток каких-то новых в организме вот требуется там от 7 до 20 дней, но в зависимости от того, насколько это сложная клетка. Значит, восстановление запасов кислорода, ну это, ну, грубо говоря, вы сделали какую-то там тяжелую спринтерскую работу, вот, в течение 10-15 секунд после нее вы испытываете, то есть, например, вы 100 метров пробежали и в течение этих 10-15 секунд может даже продолжать пульс расти, хотя вы уже остановились и там отдышка появляется. То есть вы пока бежали, вы вообще могли там, грубо говоря, ни разу не вдохнуть, а после того, как остановились, начали активно дышать. Это вот как раз восстановление вот этого кислородного долга, скажем так. То есть, например, спринтеры в плавании, которые вот 50 метров плывут, они за 50 метров вообще ни одного вдоха не делают. На задержке все эти 50 метров. Вот. Вот эти вот буквы непонятные, это, значит, некие химические субстанции внутри клеток, которые, собственно говоря, ну, скажем так, переносят энергию. Вот. После выполнения вот такой работы, ну, спринтерской какой-то, нужно где-то вот от 2 до 5 минут для того, чтобы они внутри клетки восстановились и вы смогли эту работу еще раз повторить. То есть, например, вы там упражнение какое-то силовое делали, там, не знаю, приседания со штангой или, а кто-то без штанги. Ну, так, на одной ноге. Вот вы там 15 раз присели и все, и дальше ни одного раза больше встать не можете на этой ноге. Вот. Значит, что там вот эти вот вещества полностью, ну, не полностью на самом деле, но, в общем, они исчерпаны, и организм больше ни одного движения совершить не может, но где-то минут через пять вы сможете еще раз то же самое упражнение повторить, потому что они там вот за эти пять минут установятся. вот. Значит, лактат – это, ну, молочная кислота, на самом деле, лактат и молочная кислота – это разные вещи, но, в целом, примерно, мы тоже. Это то, что вызывает, ну, ощущение там сжения в мышцах при какой-то там работе максимальной мощности. Значит, на самом деле, даже если вы ничего не будете делать после этого упражнения, после которого у вас там руки забились, например, на скаводроме, или вы там эти 100-метровки там бегали, и у вас все там, мышцы болят, вы ничего больше сделать не можете. Вот. Через где-то час-полтора на самом деле в мышцах уже никакой этой молочной кислоты ничего не будет. То есть те болевые ощущения, которые остаются в мышцах, это не молочная кислота, это, значит, микроповреждения, которые остаются, значит, вот, ну, в том числе от воздействия самой молочной кислоты. Гликоген, значит, я уже говорил, это вот углевод в мышцах, то есть непосредственно в самих клетках мышечных. Вот. Вот это вот тоже такое страшное. Значит, это после того, как мы оказали некое воздействие на клетки организма, вот, в них запускаются процессы вот как раз создания новых каких-то структур, которые нужны для того, чтобы в следующий раз организм смог данную нагрузку выполнить, значит, там, еще лучше. Вот. Вот формирование этих структур, оно там занимает, ну, разные структуры, опять же, в зависимости от уровня подготовленности человека, вот, там, от 12 до 72 часов. Это, значит, формирование клеток, ну, например, опять же, вот, когда мы в горы приезжаем, процесс акклиматизации. Значит, то, что происходит в процессе акклиматизации. В первое время организм начинает в клетках эритроцитов, то есть в красной клетке крови, которые переносят кислород, организм начинает в тех клетках, которые уже есть, создавать белок гемоглобин, ну, то есть увеличивать его, скажем так, содержание в этих клетках. То есть он там уже есть, но организм просто его туда еще добавляет. Вот. Вот этот белок, он там может в течение 3-5-7 дней сформироваться. Но для того, чтобы создать новые уже эритроциты, вот эти клетки новые, нужно, там, 2-3 недели примерно. Поэтому существуют вот эти вот стадии акклиматизации, они как бы связаны как раз именно с этими процессами. То есть первая, острая стадия, это где-то 3-5 дней, как раз пока вот этот вот гемоглобин формируется. Потом следующая стадия, вот, она длится где-то 2-3 недели, пока не образуются, не вырастут новые вот эти эритроциты. То есть через 3 недели примерно, когда вы уже собираетесь уезжать домой, ваш организм наконец-то готов к совершению восхождения. Вот. Значит, и дальше под воздействием всех вот этих вот тренировок, как, когда начинает, там, уже расти мышечные волокна какие-то, там, укрепляться связки, сухожилия, там, даже, значит, увеличивается, ну, так, может, в диаметре увеличивается кость, скажем так, то есть появляется костная ткань, нарастает для того, чтобы, там, увеличились те же самые связки сухожилия. Вот. Вот эти процессы, они занимают, там, порядка 2-3 месяцев. Вот. То есть в целом можно говорить о том, что существует, ну, асинхронное такое воздействие на организм. Даже после одной тренировки, вот, вы сделали тренировку, и что-то в организме восстановилось уже, там, через сутки, а что-то только через неделю восстановится. То есть вот, к сожалению, все не так просто, как на вот этом первом графике. Вот. Значит, ну, особенности именно для альпинизма. Очень, очень не специфический вид деятельности. То есть, если мы возьмем этот, значит, вот, то, что я стал изначально приводить пример, там, спринтерский бег, ну, вот человек там всю жизнь, вот он эти вот 100 метров, там, долбит, 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 делает одно и то же. И, в принципе, ему значительно легче выбрать тот диапазон средств и методов для тренировки, которые ему нужны. Вот. А для альпинизма нужно, ну, я не знаю, качеств, физических качеств организма, которые не нужны для альпинизма. То есть нужно все, и координация, и сила, и выносливость, и все группы мышц, и, значит, поэтому особенность физической подготовки для альпинизма заключается в ее разнообразии. То есть чем больше вы будете делать различных, там, упражнений, различных видов физической активности, на самом деле, особенно на первых каких-то этапах, тем, в общем-то, будет, наверное, болезней. Вот. Ну и вторая особенность то, что мы не можем, ну, вот мы, по крайней мере, живущие там, в городах, не можем круглогодично находиться в горах, поэтому всегда, когда мы приезжаем, присутствует вот этот вот момент акклиматизации, и он тоже требует определенного подхода в тренировочном процессе. То есть любая акклиматизация к высоте – это тоже нагрузка и стресс для альпинизма, и к ней нужно определенным образом готовиться. То есть нельзя приезжать в горы, находясь в состоянии вот такой физически, то есть непосредственно перед выездом в горы некоторые люди начинают усиленно тренироваться. Ну, потому что как бы целый год ничего не делали, тут надо вот все-таки в горы поехать, и человек начинает там за три недели до отъезда начинает шарашить. Организм, естественно, в шоке, устал, он недовосстановлен, он в состоянии этого стресса находится, вы приезжаете в горы, и тут ему еще сверху бах и акклиматизация. И человек там через два-три дня заболел, там, и, в общем-то, никуда не сходил, ничего не сделал. Вот, значит, принципы физической подготовки тоже, значит, коротко, но про систематичность, это вот как раз про эту суперкомпенсацию, да, то есть если нет регулярности занятий, то, естественно, никакого прогресса не будет, и если нет, вот совсем нет никакой регулярности, скажем так, то мало того, что прогресса не будет, будет еще и возможно, что и наоборот регресс. Про то, значит, какая нужна регулярность, я тоже скажу. Значит, последовательность, это значит, что не стоит спешить, на самом деле. То есть нужно всему свое время, нужно постепенно любые нагрузки, особенно новые для организма, их нужно очень постепенно вводить. И вот эта вот цифра по поводу, значит, трех месяцев, то есть изменения на тканевом уровне, это как раз относится к последовательности вот этой, то есть раньше, чем через три месяца регулярного, постоянного воздействия определенного уровня, ваш организм не будет готов к тому, чтобы там перейти на какую-то следующую ступень. То есть если вы начали, вот там человек первый раз в жизни увидел скалодром, пришел заниматься, вот он ну там что-то простое, начал там пытаться лазить, вот ходит он регулярно, вот раньше, чем через три месяца, пытаться там какую-то категорию сложности увеличить там, или начать там заниматься на каком-то кампус-борде, то есть какие-то уже более такие жесткие сложные вещи возить, не стоит ни в коем случае, то есть постарайтесь разбить вот как-то процесс на такие логические куски, там по три месяца примерно. вот, значит специфичность, ну то есть с одной стороны я сказал, что альпинизм такой очень сторонний вид деятельности, но с другой стороны соответственно надо выбрать те направления, которые для вас наиболее актуальны и какие-то там наиболее слабые места может быть у человека, то есть если опять же тот же самый спринтер, например, будет в качестве тренировок ходить в бассейн плавать, ну понятное дело, что это совершенно не специфическая для него работа, он от этого быстрее бегать не станет, хотя в качестве каких-то восстановительных тренировок, а у меня там те же самые бегун и спринтеры ходят в бассейн плавать. А, ну, значит, вот последнее, ну это я так условно сформулировал, вообщем, многие люди очень, ну сейчас вот особенно стало модно, там появилась куча всякой информации, там какие-то тренеры там, в интернете куча всего там про то, как надо тренироваться там. И очень многие люди, они начинают все это читать, начинают там на форумах писать, там спорить друг другу, и вот это вот все у них занимает значительно больше времени и энергии, чем непосредственно сам тренировочный процесс. Поэтому вот если вдруг у вас какие-то сомнения возникли, а правильно ли я тренируюсь, а настолько ли это эффективно, вот лучше как бы, ну подумайте об этом после тренировки. То есть идите, то есть если вы, например, у меня так часто бывает, я там думаю, вот сегодня мне надо там два часа равномерно там побегать. И сижу я на работе там и понимаю, что блин, сегодня уже два часа, ну никак не получится. И некоторые люди такие типа, а ладно, поеду домой, все равно ничего не получится у меня сегодня потренироваться. То есть лучше полчаса хотя бы там побегать, чем вообще пропустить полностью занятие. Или там, ну со скалодромом другой момент, что там это вопрос там стоимости лазания на скалодроме, но в принципе не получается у вас там напарник не пришел, снаряжения не отучет. Но вот есть возможность, придите и хотя бы полчаса там траверсы какие-нибудь полазить в болгаринги. То есть если у вас была на сегодня запланирована тренировка, но она по каким-то причинам там срывается, вот ну хотя бы там в минимальном каком-то объеме ее сделать. Причем это будет вообще настолько легко психологически восприниматься, что вы просто пришли там полчаса, что-то там поделали, только в раз и ушли. Но на самом деле это будет иметь огромный эффект по сравнению с тем, что если бы вы вообще ничего не сделали. По поводу средств и методов, средства это инструмент, которым, то есть вот скажем, лазание по искусственному скалодрому, стенду, это средство тренировки. Мы можем на скалодроме применять разные методы, то есть там какие-то там на выносливость лазить или там болдеринг лазить, ну то есть короткие там силовые какие-то делать или там какие-то упражнения отрабатывать. То есть это будут все разные методы, но средства это непосредственно скалодром. То есть эта фраза она к тому, что не обязательно, что если вы пришли, например, в болдеринговый зал, что там можно только болдерингом заниматься и нельзя, например, тренировать выносливость. Можно совершенно спокойно и выносливость тренировать. Вот, если, то есть, опять же, например, бег как таковой это средство тренировочное. И вы можете бегом и мышцы наращивать, бегая спринты, например, и можете тренировать сердце, там, на выносливость, бегая долго с низкой интенсивностью. То есть это будут просто разные методы применения одного и того же средства. Вот, значит, и средства тренировочные вот эти можно разделить на две группы плавно перетекающих друг другу. То есть специальная физическая подготовка и общая физическая подготовка. это, значит, круг средств ограниченный только, ну, я бы здесь добыл средства только временем, инвентарем и местом. То есть все, что угодно вы можете применять, это будет все общая физическая подготовка. Вот. А вот специальная физическая подготовка, это уже когда вы вот эту физическую подготовку стараетесь максимально приблизить непосредственно тому действию, к которому вы готовите. Если мы возьмем лыжников, то, например, они летом бегают кросс, там, могут и в бассейне плавать, и на велосипеде, там, и все, что угодно. Но чем ближе к зиме, тем больше в их тренировочном процессе присутствует. Начинают там всякие лыжа-роллеры, там, на лыжах по траве бегают, ну, по песку, там, и так далее. То есть они постепенно, постепенно к сезону вот эту специальную физическую подготовку увеличивают. Вот. Значит, для нас общая физическая подготовка – это вот примерно такой перечень, то есть это вот циклические виды спорта, так называемые. То есть кто во что гораст, у кого какие есть возможности, там, материальные, временные, технические. Вот. Но при этом вот то, что жирным выделено, все-таки желательно, чтобы это все присутствовало. Гимнастика, тренажерный зал – то есть это имеется в виду какие-то общеразвивающие силовые такие упражнения гимнастические. Игровые виды спорта, ну, очень хорошо воздействуют, потому что это обычно занятие происходит на повышенном эмоциональном уровне, ну вот. А всегда такие нагрузки, они очень как бы легко воспринимаются, хотя могут быть достаточно тяжелыми, в общем-то. То есть вот какие-то… или в тех же элементарных, ну, циклических видах спорта можно применять какие-то игровые там методы, ну, типа там, не знаю, в школе эстафеты там все бегали. Что касается стрейчинга йоги, то есть тоже очень желательно, точнее не то, что желательно, а обязательно, если вы начинаете какой-то регулярный процесс физических нагрузок, самая хорошая профилактика травматизма – это растяжка. Что такое стрейчинг, можете там, если кто не знает, почитать, посмотреть в интернете. То есть, ну, скажем, это комплекс упражнений, который позволяет там максимально задействовать в одном, как бы, в одном упражнении максимальное количество мышц и плюс еще, ну, определенный подход к растяжке, то есть не… ну, такая, скажем так, статическая растяжка. Значит, специальная физическая подготовка – это уже, значит, здесь в обратном порядке идет. То есть по… чем, скажем так, чем выше, тем специфичнее. это физическая подготовка. То есть если там мы плавно переходим от общей физической подготовки к специальной, то это могут быть какие-то комбинированные тренировки. То есть когда в рамках одной тренировки вы сразу несколько делаете каких-то… ну, задействует несколько видов. вот. Значит, в принципе, когда вы уже переходите на естественный рельеф в альпинизме, это уже какое-то, ну, серьезное повышение специфичности. Ну, и, соответственно, самая специфичная тренировка для альпинизма – это восхождение непосредственно. Вот. Ну, как подготовка к какому-то целевому восхождению, которое для вас является там некой целью там в течение какого-то многолетнего процесса. Значит, вопрос, который тоже часто возникает, значит, на что там делать упор, что же важнее, там, силовая подготовка или подготовка к вносливости. На самом деле в человеческом организме нету там какой-то половины, которая занимается силой, а другой половины, которая занимается вносливостью. Все при тренировках направленных на развитие силы и при тренировках направленных на развитие выносливости задействованы одни и те же структуры организма человеческого. Поэтому на самом деле результат, там, спортивный какой-то результат или, ну, то есть тот результат, который вы хотите добиться там, вы, ну, условно сформулируем там, чтобы вы не лезете в 7а омсайт, а хотите полезть. Вот для того, чтобы было полезть, нужно и силовая подготовка, и подготовка на выносливость. То есть не бывает отдельно. Значит, очень такая сложная, наверное, тоже таблица для обзорной лекции. Значит, можно вот таким образом разделить там структуры, на которые мы воздействуем в ходе тренировок направленных. Ну, то есть вот этот столбик – это то, на что мы воздействуем во время силовых тренировок, это то, на что мы воздействуем во время тренировок на выносливость. И среди них есть, значит, центральные и периферические факторы. Но это, как бы, ну, кому интересно там вникнуть, я могу более подробно где-то там в личной какой-то переписке, в беседе более подробно поговорить. Но, в принципе, у меня еще запланирована такая более специфическая лекция, посвященная частоте сердечного сокращения и составлению тренировочного плана. Вот там это более подробно рассматривается. Значит, вот тренировочный процесс, поскольку он завязан на вот эти вот стадии восстановления организма, должен укладываться в некие, ну, в некие циклы. Ну, то есть вот, как вы видели, есть там вот эти вот трехмесячные циклы, которые позволяют переходить на них, ну, на новые какие-то уровни. В большинстве случаев мы привязаны, опять же, к календарю нашему обычному. Чаще всего там макроцикл – это год или там полгода примерно. Вот, то есть обычно любая тренировочная программа, она строится, ну, в обратную сторону. То есть вы сначала ставите, к чему вы вообще собираетесь прийти, потом, значит, оцениваете свое текущее состояние, и пытаетесь построить между своим текущим состоянием и целью некую вот эту программу тренировочную. В какой-то момент построения вы можете понять, что, в общем, цель недостижима. Вот, тогда нужно эту цель пересмотреть. То есть крайне нежелательно ставить цель, которую вы заведомо не достигнете, потому что это такой негативный характер имеет, вплоть до того, что может вызвать отвращение к данному процессу. То есть лучше поставить цель, которая, наоборот, будет чуть ниже ваших возможностей. То есть вы, достигнув этой цели, испытаете некие определенные эмоциональные ощущения, которые помогут вам продолжить дальше заниматься. Значит, оценивайте свои временные и материальные возможности, то есть сколько раз в неделю вы готовы. Опять же, все это нужно оценить максимально объективно. То есть не так, как хотелось бы, а так, как вы реально будете делать. Да, мне, конечно, хотелось бы каждый день тренироваться, но я понимаю, что, в общем-то, фигня это все. Ну, я пробовал, не получается. Но я знаю, что, в принципе, через день я могу тренироваться. Ну, там, работа позволяет, дом там все. Значит, определяете, что вы максимум сможете четыре раза в неделю тренироваться. Что вы можете, там, столько-то сборов, там, в течение года съездить. Что у вас есть, там, рядом, что, там, куда вам удобно ходить. Там, бассейн какой-то, тренажерный зал, там, скалодром. То есть вот эти вещи тоже все продумать. И поставить промежуточные цели, то есть некие, ну, обозначить вот эти ступеньки, через которые вы будете идти к главной цели. Смысл их в том, что вам не год понадобится на то, чтобы понять, достижимо это цель или нет. А вы можете, там, раз где-то там, раз в месяц, раз в два месяца корректировать. И понимать, что, как бы, я туда вообще двигаюсь или нет. Поэтому, ну, самый лучший вариант, когда вот эти промежуточные цели, это какие-то соревнования. Значит, ну, здесь, так, я, значит, коротко, наверное, скажу, что имеет смысл, помимо вот этих вот, ну, то есть вот у нас есть ботов. Мы там обозначили какую-то главную цель, сколько мы там готовы денег потратить на поездки какие-то там, какие у нас есть бассейны рядом и так далее. Вот, дальше, значит, имеет смысл разбить это все на эти куски по три месяца, когда организм более-менее в состоянии переварить какой-то новый уровень нагрузки. Вот, а дальше вот эти трехмесячные периоды можно разбивать на, значит, ну, оптимальный вариант, на самом деле, на трехнедельный мезоцикл. То есть, почему три недели, потому что практически для всех людей, ну, более-менее здоровых, это, ну, в общем, подходит. То есть две недели у вас идет какой-то более такой тяжелый тренировочный процесс, потом после этого обязательно нужно делать неделю такую восстановительную, то есть сбрасывать какие-то нагрузки, пропускать тренировки или сокращать, то есть если вы там тренируетесь по два часа там каждый день, то вот в эту неделю вы можете там, пусть даже вы будете каждый день тренироваться, ну, там по полчаса, например. То есть обязательно нужно чередовать тяжелые периоды тренировки и вот такие восстановительные недели. Кто-то может там четыре недели шарашить, одну неделю отдыхать, но для большинства нормальных людей это вот трехнедельный цикл. Две недели наращиваем, одну неделю отдыхаем. Значит, по непосредственно самому тренировочному занятию звучит очень банально, но все равно практически никто не делает. Разбивать занятия, ну, то есть делать обязательно разминку и заминку на занятия. Опять же, это профилактика травматизма как минимум, особенно если мы говорим там про то же самое скволазание, то есть человек не разогретый, не растянутый, начинает там лезть, получается очень легко какие-то травмы. Вот. Потом, значит, в чем смысл еще? Здесь есть очень желательно во время разминки у себя в голове сформулировать четко, что вы сейчас будете делать. Ну, чаще всего люди приходят, типа, а пойду-ка я сегодня полазаю. Приходят и что-то там, а тут свободно пойду, здесь там. Ну, то есть вообще никак не систематизировано. И, соответственно, эффект воздействия такой тренировки, он тоже, в общем, примерно такой же. Старайтесь перед каждым занятием, проводя вот эту разминку, там, десять минут, в голове для себя четко сформулировать, что я сейчас сделаю вот это, вот это, вот это, вот это, столько-то раз, там, в такие-то упражнения. Вот. А во время заминки, то есть это тоже некая такая легкая деятельность, ну, идеально, на самом деле, идеальная заминка – это, там, пять-десять минут некой легкой аэробной работы такой, ну, то есть, там, не знаю, побегать там, может быть, велосипед какой-нибудь покрутить, если есть. Вот. И растяжка. То есть идеальная заминка – это растяжка, в принципе. Вот. Постарайтесь во время заминки оценить, то есть, что вы задумали, запланировали, и что вы в итоге сделали вот здесь. И попытаться понять, там, ну, почему вы, например, не сделали то, чего вы собирались сделать. Вот. Уверяю вас, что если вы это ведете в свою практику и начнете постоянно делать, то эффективность вот этой вот основной части, она будет от раза к разу увеличиваться. Если вы будете вести дневник тренировок, и все это еще не просто в голове у себя прорабатывать, еще и записывать эти мысли, это будет вообще суперидеально. Но, исходя из действительности, сомневаюсь. Вот. Но попробуйте хотя бы вот это. То есть, здесь сформулировали задачи, здесь проанализировали, что вы в итоге сделали и почему. Вот. Принцип концентрируется. Ну, то есть, то, что как бы не стоит пытаться в рамках одной тренировки решить сразу все задачи. Там, и силу потренировать, и выносливость, и болдеринг, и с нижней страховкой полазить там. И, опять же, эффект будет от такой тренировки, он такой же будет. То есть, там, все по чуть-чуть. Если вы хотите какой-то реального воздействия тренировки, то старайтесь концентрированно воздействовать на какое-то качество, которое вы развиваете. Если в рамках одной тренировки вам все-таки приходится делать разные вещи, ну, например, там, а то у вас вообще одна тренировка в неделе. И вы хотите, там, на все повоздействовать. Вот. Попробуйте вот такой вот принцип применить. То есть, сначала идут упражнения какие-то, там, на скорость движений. То есть, это не, как бы, это не силовые, а именно какие-то, там, упражнения, направленные на частоту движений, на быстроту, там, на реакцию. Какие-то такие вещи. Вот. Потом, значит, выносливость, и в конце занятия упражнения на силу. То есть, вот последовательность. Вот такая последовательность будет наиболее эффективна. Это как строится тренировочный процесс в течение макроцикла. Опять же, ну, тема, наверное, для другой, более сложной лекции, но в целом, вот эти буквы, это сокращение, опять же, определенных структур в организме. То есть, вот миофибрилы, там, опорно-двигательные, соединительные тканые элементы опорно-двигательного аппарата, там, митохондрии, капилляры, свободные жирно-кисловые и так далее. Вот. Вот. Они требуют различного времени воздействия. То есть, структуры, которые отвечают за выносливость, на самом деле, в организме, они достаточно быстро тренируются. Дольше всего тренируются те структуры, которые отвечают за силовые качества и вот эти соединительные тканные элементы опорно-двигательного аппарата, это, ну, по-русски говоря, это связки, суставы, слухожилия, вот это все. Это дольше всего адаптируется к нагрузкам. И, исходя из, значит, вот, биологических неких периодов, можно сказать, что, если вы готовитесь, там, к чему-то, пусть это будет поездка в город, то, ну, как бы, нормальнее всего начинать этот процесс хотя бы месяца за три до поездки. Лучше даже побольше. Вот. То есть, вы начинаете там с каких-то упражнений, которые направлены чисто на укрепление вот этих вот связок суставов, сухожилий, потом постепенно подключаете силовую тренировку, потом уже там где-то за месяца за полтора, за месяц можно, значит, уделить больше внимания на выносливости. Там это все уже на второй план убрать. Вот. Опять же, по мере того, как вы приближаетесь к непосредственному выезду в горы, у вас должен смещаться акцент на специальную подготовку от общей физической подготовки. Вот. И две недели перед выездом в горы дайте организму отдоснуть и восстановиться после всего, что вы с ним делаете. Для того, чтобы... То есть, вот эта вот желтая линия, она как бы отражает, ну, некую такую тоже эту интегральную готовность организма. Даже, наверное, объем работы. То есть, вот здесь вот где-то в середине этого процесса у вас должно быть максимальное количество тренировок в неделю и их продолжительность. Вот вы должны решить, что вы там... Я точно не буду там больше четырех раз в неделю тренироваться никогда, ну, потому что, ну, не получится там с работой, со всеми делами. И точно это там не будет тренировка дольше, чем два часа. Значит, соответственно, вот эти вот четыре раза в неделю по два часа, они должны вот куда-то вот сюда вот приходиться. А потом вы начинаете снижать эти объемы и перед выездом в горы вообще, как бы, в принципе, две недели отдыхает. В горах, соответственно, там уже нагрузки другого характера. Но, опять же, стоит понимать, что, по большому счету, приехав в горы, вы минимум через две недели только выйдете на какое-то более-менее адекватное состояние. И обычно на три недели ездят, если это длительные какие-то сборы. То есть только на третьей неделе в горах имеет смысл ставить какие-то там цели основные. Вот. Значит, более конкретно, что же это за выносливость такая. Значит, она складывается из состояния сердечно-сосудистой системы, гормональной. Вот про гормональную систему вообще все забывают, что мы на самом деле на нее тоже всегда воздействуем. Нервная система и система, ну, скажем так, энергообеспечения, то есть утилизация углеводов. Значит, какую бы мы вообще тренировку не делали, у нас гормональная система и нервная система вообще всегда участвуют в процессе. Мало того, даже если мы не делаем тренировку, а сидим на работе, у нас, к сожалению, вот и нервная система тоже нагружается. И это тоже стоит учитывать. Поэтому вот периоды отдыха, они связаны даже не с тем, что там нужно каким-то структурам, так сказать, восприниматься. В основном нужно давать время вот гормональной нервной системе на адаптацию к нагрузкам, потому что они у нас загружены всегда, даже когда мы не тренируемся. Значит, что такое тренировки на выносливость? Это, ну, вот полтора-два часа. То есть если вы что-то делаете меньше полутора часов, то, в общем, вряд ли это имеет отношение к какой-либо выносливости, скажем так. С чем это связано? С тем, что примерно через частые тара лёгкой работы начинают включаться механизмы в организме, которые непосредственно эту выносливость нам обеспечивают потом. То есть в основном это речь идёт опять же о определённых гормонах, которые начинают там утилизировать жиры, которые впоследствии воздействуют на строительство капилляров в мышцах. То есть если вы там где-то полчаса-час чего-то поделали, то вы эти процессы даже не включили, они даже ещё не начали вообще работать. Вот, поэтому, значит, старайтесь, чтобы у вас вот эта тренировка на выносливость, хотя бы одна в неделю, как минимум, была продолжительностью хотя бы полтора часа. То есть о чём-то меньшем говорить вообще бессмысленно. Значит, соответственно, если для вас полтора-два часа пока ещё недостижимая продолжительность бега, значит, надо плавно, постепенно, опять же, например, в течение трёх месяцев к этому подходить. То есть поставьте задачу себе, что, например, через три месяца я должен быть в состоянии хотя бы полупешком, полтора часа проползти, может быть, через полугода. Ну, в зависимости, опять же, вот исходного уровня. Вот, значит, это не обязательно может быть один вид деятельности, то есть это может быть какая-то комбинированная нагрузка. То есть вы, можно, например, в тренажёрном зале сделать, вы там пришли в тренажёрный зал, покрутили велосипед там полчаса, а потом пошли там круговую какую-нибудь тренировку по тренажёрам делать, опять же, лёгкую очень. То есть просто, чтобы у вас там пульс чуть-чуть держался какой-то. Вот. И потом после этого вы там ещё полчаса побегали на беговой дорожке. То есть в целом, если мы говорим про воздействие вот на гормональную нервную систему и на сердечно-сосудистые, то им вообще пофигу, что вы делаете. Велосипед крутите там или бежите, или гантели тягаете. Вот. А психологически это гораздо проще. То есть вы, если у вас идёт вот такая комбинированная тренировка, вы можете вообще даже там на всё по 20 минут, вы можете не заметить, как до 2 часа там пролетело. Вот. Значит, ну вот, частота пульса условно, вот это вот 120-150, но большинство людей в этот диапазон попадёт. То есть это нам нужно для того, чтобы оптимально воздействовать на сердце, нам нужно, чтобы у нас был пульс, при котором сердце максимально успевает растягиваться. То есть в момент наполнения его кровью. Значит, соответственно, если у нас пульс учащается, то сердце вынуждено следующее сокращение начинать ещё до того, как оно полностью сможет растянуться. А пульс максимально ударного объёма – это вот пульс, при котором оно полностью успевает расслабиться, растянуться. Это вещь индивидуальная. Установить её реально можно только за счёт выполнения, значит, ультразвукового исследования под нагрузкой. То есть УЗИ сердца под нагрузкой. Есть такие штуки. Лежишь на спине, крутишь педали, и тебе делают УЗИ сердца. Поэтому это очень маловероятно, что вы такое сделаете. Но для большинства людей это будет... То есть если вы эту тренировку... Да, ещё есть такой хороший, наверное, способ определить этот момент. Это... Вот вы бежите... Ну и к бегу я привёзу, потому что как бы попроще. И вы можете спокойно говорить, не сбивая дыхание. Вот. Ну, кто-то начинает бежать и уже не может спокойно говорить. Значит, тогда нужно начинать с... Там, может быть, велосипед будет попроще. Может быть, начинать с... Там... То, что сейчас стало модно, это... Норвежская ходьба с палочками по Воробьёвым гарантам. Ну, то есть если человек уже начинает бежать с пульса 150, то есть переходит с шага на бег, значит, нужно чем-то более простым заниматься. Вот. И такие люди есть, то есть... Ну, я вот тестированием занимался, то есть приходят люди, которые вот... Он просто переходит с шага на бег, у него уже пульс там 150-160. Вот. Значит, поэтому... Да, ну, то есть вы вот спокойно разговариваете, потом вы чуть-чуть скорость увеличили, и всё, вам уже говорить не комфортно. У вас уже дыхание... Вы уже начали глубже дышать, дыхание приобретает некую такую ритмичность, вам не хочется сбиваться с этой ритмичностью. Вот эта вот граница перехода вот с вот этого разговорного на какое-то активное дыхание, это вот, скорее всего, будет как раз ваш примерно пульс вот этого максимального ударного объёма. Там же находится так называемый аэробный порог, то есть когда организм начинает переходить с жиров на углеводы, когда начинают там другие мышечные волокна включаться. Ну, короче, с физиологической точки зрения, вот этот порог важный момент, и если вы тренируете такую вот общую выносливость и делаете длительные тренировки, то нужно их делать где-то вот в районе вот этого перехода. Чаще всего его вот по дыханию легко поймаем. Опять же, это связано с тем, что когда организм переходит с жиров на углеводы, начинается активное выделение углекислого газа, углекислый газ раздражает дыхательный центр и увеличивается частота дыхания. Поэтому вот он так легко просматривался. Вот, значит, чем больше мышечного груза включено в работу, тем лучше, ну, для альпинистов абсолютно. И, в принципе, значит, да, и если вы делаете вот такие тренировки, там, полтора-два часа и более, обязательно нужно применять какое-то питьё, дополнительное питание. Почему? Потому что, значит, как я уже говорил, включаются гормоны, вот кортизол в первую очередь, это гормон, который начинает расщеплять жиры подкожные. То есть, когда мы непосредственно работаем, у нас расщепляются жиры, которые находятся внутри мышечных клеток, подкожные жиры. Вот. Когда он полностью израсходован, ну, не полностью, но существенно израсходован, это как раз происходит где-то вот через час-полтора, например, лёгкой работы, значит, организм начинает уже пытаться доставать те жиры, которые находятся в подкожных жировых депо. И он это делает, посылает туда гормон кортизол, который их расщепляет, они попадают в кровь, там, через печень, попадают опять в работающие мышцы. Вот. Но если мы достаточно долго воздействуем на организм в таком режиме, и он этот кортизол всё выделяет, 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 в конечном итоге, когда мы тренировку закончим, организм уже у нас суперкомпенсацией занимается, он и жиры начнёт тоже восполнять с удовольствием и суперкомпенсировать их. Вот. Это я как бы условно немножко утрирую, но в целом смысл примерно такой. То есть, если вы в течение тренировки начинаете испытывать длительное время ощущение голодания, то, скорее всего, после тренировки вы практически 100% съедите лишнего. И, наоборот, это будет иметь, в общем-то, обратный эффект. А если вы будете каждые, там, 15-20 минут какой-то углеводный напиток употреблять, то не будет вот этого чувства голода. И этот углеводный напиток никак не скажется на утилизации жиров, потому что его там микроскопические количества. Вот. Плюс ко всему ещё позволит, ну, не так сильно воздействовать на расщепление, там, самих мышечных клеток во время такой нагрузки. Короче говоря, если у вас тренировка больше часа продолжается, подумайте о том, как по ходу этой тренировки обеспечить вот питьё. И желательно, чтобы это питьё было с небольшим содержанием углеводов. Значит, развитие силы. Лучше там, ну, посмотрите этот список, ну, соответственно, презентация будет доступна, и я могу там разослать, если кому-то надо. То есть, что такое вообще силовые тренировки? Если говорить коротко, то это упражнение, направленное на развитие силы, то упражнение, которое вы не можете выполнять дольше, там, примерно полутора минут. То есть, если вы, там, например, человек подтягивается, и он может подтянуться, там, тридцать пять раз. Вот. И он, там, это делает, там, минуту подтягивается, две минуты, три минуты. Для него это уже не силовое упражнение. То есть, это, мы как раз говорим, что подтягивание – это средство, да, тренировочное. Для кого-то подтягивание собственным весом – это будет силовая тренировка для того, кто может, там, пять раз подтянуться. А для кого-то это будет тренировка выносливости, потому что он, там, может, две-три минуты подтягиваться, четыре. Вот. То есть, у него от этого мышцы расти не будут, и сила, непосредственно. Вот. Ему для того, чтобы превратить эту тренировку в силовую, ему нужно на пояс повесить, блин, от штанги. И он тогда начнет только двенадцать раз подтягиваться, и она для него снова превратится в силовую тренировку. Вот. Поэтому, значит, вот продолжительность, обозначенная как-то, 30-60 секунд. То есть, нужно выбирать такое упражнение, которое вы не можете выполнять дольше вот этого периода времени. Вот. Между повторами интервала отдыха, там, где-то минуты-полторы, подход должен выполняться именно до отказа. То есть, не то, что, там, типа, сделаю-ка я восемь раз. А почему? Ну, не хочу больше. А именно, то есть, делайте до того, пока вы больше не сможете повторить ни одного движения. Вот. Значит, ну вот, упражнение надо выбрать так, чтобы оно соответствовало этим трём пунктам первым. Ну, это такие более сложные уже детали. Значит, смысл в том, что, в принципе, такая тренировка, вот, чисто силовая, её не имеет смысла, на самом деле, на одну и ту же группу мышц, по большому счёту, не имеет смысла делать чаще, чем раз в неделю. То есть, это достаточно один раз в неделю. Вот. И, значит, ну, существует вот ещё упражнение на максимальную произвольную силу. Я думаю, что это тоже, наверное, всё-таки более такое профессиональное, чем для любителей. Ну, вот, сто сорок процентов. Вот. Это значит, на самом деле, это вот применяется такое понятие. То есть, это когда упражнение выполняется в выступающем режиме. То есть, человек, например, со штангой не встаёт, а на него кладут такую штангу, вот, которая только может сесть вниз. Вот. Но, то есть, мышцы работают в выступающем режиме, но при этом нервная система, которая посылает сигнал этим мышцам сопротивляться, она работает значительно мощнее, чем когда он работает с нагрузкой вот 90 процентов, когда он может встать. Вот. Поэтому, то есть, в данном случае тренируется этот вот нейрогенный компонент силы. То есть, сила, вообще сила, когда мы её там, нам вот, надо там зацепку удержать, например, или там накатить на ногу, встать на ней. Её обеспечивают не только мышцы сами, но её обеспечивает некий электрический сигнал, который идёт от мозга к этой мышце, который составляет эту мышцу, собственно говоря, сократиться. И если этот сигнал слабый, или если он идёт как-то там криво и прерывисто, вот, то мышца не сократится, хотя, в принципе, сама по себе она на это способна. И когда человек нетренированный, то на самом деле так и происходит. То есть, и сигнал электрический этот сам, он слабее, потому что клетка, которая его рождает, она как бы маленькая. Вот. И идёт он плохо, потому что, грубо говоря, провода эти, по которым он идёт, они тоненькие и где-то надорванные, там, перебитые. Вот. И поэтому, когда человек начинает, в принципе, тренироваться, какой-то физической активностью заниматься, у него, в принципе, начинает сила увеличиваться, даже без всяких силовых тренировок, просто за счёт того, что сами нервные клетки увеличиваются, за счёт того, что прохождение вот этого сигнала улучшается, то есть улучшается координация, там, межмышечная, внутримышечная. Вот. Вот этот вот нейрогенный компонент силы. А есть миогенный, то есть это непосредственно увеличение самой мышечной ткани. Вот. То есть, например, как прыгуны в длину, там, или в высоту тренируются. Им сила нужна, но им ни в коем случае нельзя увеличивать массу тела, иначе, соответственно, потеряет. То есть он силу получит, но полетит как бы значительно меньше, чем надо. Вот они в основном используют как раз вот такие вот упражнения с максимально произвольной силой. То есть это буквально два-три повтора с таким вот там отягощением. Такие упражнения не вызывают рост мышечной массы, но при этом увеличивают силу мышц за счет вот этого компонента. Вот скалолазание вообще имеет смысл подумать над вот этими критериями силовых упражнений. Значит, ну, по поводу дневника тренировок я говорил, то есть вообще попробуйте хотя бы, если не дневник, то вот просто перед каждой тренировкой и после нее формулируй. Вот. Значит, можете по ходу процесса следить за таким понятием, как утренний ЧСС. То есть это вы просыпаетесь и вообще вредно на самом деле. Часто приходится, когда зазвенел будильник, человек встал, поломился куда-то, сразу что-то делать. Это плохо для организма. Нужно проснуться, осознать ее действительность. Вот. То есть не вставая с кровати, спокойно, как бы думая о чем-то хорошем, меряйте пульс. Можно просто там за 15 секунд там померить умножить на 4 минут. Простые все эти методы. Вот. И каждый день фиксируйте. Вот. На самом деле вот этот график, можете там просто в Excel себе это сделать, со временем вы поймете, что он очень хорошо отражает ваше состояние. То есть на него влияют болезни, переедание, употребление алкоголя, стрессы какие-то. Вы четко увидите взаимосвязь всех этих вещей с этим графиком, в том числе физические нагрузки. И очень часто по этому графику можно даже увидеть еще как бы отсутствующие симптомы заболевания. То есть если вы утром просыпаетесь, у вас не стало, то есть вы там не пили, никаких стрессов у вас не было, ничего вроде тяжелых тренировок не было, но вдруг сегодня почему-то там пульс на 10 ударов вышел. Это такой хороший в общем-то симптом, что надо сегодня отдохнуть. То есть можно просто-напросто вот, еще никаких нет вообще там, не знаю, ни горло не болит, ни температура, ничего. Вы такие, а ну ладно, на 10 ударов фиксим, пойду потренируюсь. И там к вечеру человек может заболеть. То есть достаточно простая такая вещь. Но по поводу веса отличный вариант каждое утро взвешиваться и записывать. Параметры тренировки – это если вы дневник ведете, записывать, чего вы хотели сделать, чего вы не сделали, почему вы это не сделали, выводы примечания вот этих, ну и структура занятий тоже самое. По поводу контроля вашей вот этой деятельности тренировочной, еще раз повторюсь, что самый лучший вариант – это регулярно участвовать в каких-то соревнованиях. Сейчас любительских соревнований стало неимоверное количество, даже невозможно выбрать иногда, когда хочется и туда, и туда, и туда попасть, но не получается. То есть по сквалолазанию, по бегу, по лыжам, по всякие связки, ну то есть там соревнования, связок альпинистских, чего только нет. То есть постарайтесь в них участвовать не ради того, чтобы показать там именно какой-то свой лучший результат, а именно для того, чтобы очень четко, хорошо видеть конкретно свое состояние. Плюс это очень хорошая психологическая подготовка, на самом деле, потому что вы, чем чаще вы участвуете в соревнованиях, тем вы, в общем-то, к стрессам, скажем так, к неким привыкаете, и в первую очередь именно к стрессам физической нагрузки. То есть вы значительно легче психологически начинаете воспринимать какие-то предстоящие нагрузки. Существует по поводу лазания такая, ну вот я попытался как-то это в таблицу все свести. Значит, это категория сложности маршрутов альпинистских. Понятное дело, что бывают разные маршруты, то есть если мы возьмем там маршрут 4b категории сложности, вот сейчас, ну там, пик Ленина по классике, вот его, он раньше был 5а, вот в этом году его, значит, до 4b понизили, но там вы просто пешком идете по снему, ну, долго, три недели ходите туда-сюда, но, ну, где-то там за веревочкой надо придержаться там пару раз, но, в принципе, технических сложностей вообще никаких. Вот, а там в Крыму на скаленном маршруте на 4b бывает, очень часто бывает, что нужно использовать там ИТО, лезть там с какими-то там фифами, крюконогами, ну, хоть маленький участок, но приходится. То есть разные бывают, но в целом, наверное, это больше всего, вся эта таблица, она больше всего подходит чисто для скальных маршрутов там, и в большей степени для крымских, но как ориентир именно скалолазной подготовки, я думаю, что она всем будет полезна. Вот, здесь, значит, второй столбик – это сложность по системе УИА, ну, все знают, что такое УИА, ну, вот она ринскими цифрами обозначается. То есть это то, какой сложности по этой системе УИА будет ключевой участок на данном маршруте. То есть если вы пойдете на тройку Б, то там, скорее всего, скальный ключевой участок будет вот примерно такой сложностью, пятерочной, например. Вот. Значит, вот третий столбик – это не то, чему это соответствует, а это то, какого уровня спортивное лазание на пробитых дорожках нужно иметь для того, чтобы надежно проходить этот участок. То есть вот вы собираетесь на четверку А пойти, в Крыму, например, или там в Фанских горах, скальный маршрут, 4А категория сложности, там будет ключевой участок 5+. 5+, ну, если это привязывать нам пытаться к французской категории, это примерно там 5Б, наверное, классно. Вот. Но для того, чтобы вот это самое 5Б надежно хорошо пролезть, страхуясь там своими точками, нужно вот такой примерно уровень лазания на спортивных дорожках иметь. То есть здесь речь идет про онсайд. То есть онсайд – это там, то, что вы первый раз в жизни увидели маршрут, подошли к нему и пролезли его без зависов и срывов. Вот. Если вы вот 5C+, будете лезть таким образом, то на маршрутах 4А категории сложностей будете получать только удовольствие. И вот. Значит, соответственно, это вот, то есть, ну, маршруты вот этой категории сложности ходят люди со вторым разрядом, да, по альпинизму. Вот. То есть, соответственно, человек, у которого второй разряд по альпинизму, который собирается там, протердует на первый и будет ходить вот эти маршруты, вот ему желательно иметь уровень лазания на онсайд 6А-6Б примерно. Вот. Если вы там собираетесь на третий разряд ходить, то вам надо иметь уровень лазания на онсайд, там, минимум 5Б. Если вы там собираетесь стать мастером спорта, то онсайд должен быть 6C-7, примерно. Ну, в идеале. Кстати, что... Ну, опять же, эта таблица, она как бы не с потолка взята. То есть, участие альпинистов в скаволазных соревнованиях, оно, в общем, показывает, что... Ну, а на соревнованиях, в любом случае, это онсайд. То есть, люди не лезут в трассу, с которой у них была возможность 10 раз пролезть перед этим. Вот. И, в принципе, мастера спорта по альпинизму, в общем, в большинстве своём, вот они на соревнованиях 6C-7А онсайд лезут. Вот. Значит, по рекомендации по минимальному объёму физической подготовки. То есть, это НП, это начальная подготовка, то есть, это маршруты 1-2 категории сложности. Вот. Минимум желательно иметь 3 тренировки в неделю. Вот эта вот длительная равномерная тренировка одна. Вторая тренировка – это что-то такое общеразвивающее силового характера. То есть, ну, грубо говоря, на турники там сходить, полчаса там поподтягиваться, прессик покачать там, что-то такое поделать. И третья тренировка – это на скалодром сходить. Вот такие, там, 3 тренировки в неделю. Ну, соответственно, я все время не буду подговоривать. Вот. Ну, вот, значит, тому, кто претендует на звание, там, кандидат мастера спорта, там, мастер спорта, соответственно, по-хорошему надо в этом 5-6 тренировок в неделю иметь. И, значит, не менее двух раз в году выезжать в горы. Значит, здесь еще про скалодром. Да, ну, то есть, вот здесь уже включаются элементы специальной физической подготовки. Потом, значит, на… Ну, то есть, лазание на скалодроме. Вот этот как раз период за 3 месяца до выезда его нужно как бы интенсифицировать, то есть, минимум две. Ну, в общем, опять же, можно будет эту табличку себе иметь, посмотреть. Ну, это, опять же, не догмы какие-то. Это, вот, мои рекомендации, это, там, некие эмпирические ощущения, что это вот соответствует праву, например. Что касается вот нормативов, там, по общей физической подготовке, ну, бег здесь взят как наиболее такой демократичный вид деятельности, которым, в общем-то, все могут там заниматься, так или иначе, и круглый год. И, то есть, в отличие, там, от того же велосипеда, там, или лыж, вот. Ну, вот, значит, ориентиры примерно… Там можно ориентироваться на какие-то разряды по легкой атлетике, но, вот, минимум быть в состоянии к выезду в горы пробегать 15-20 км, так что… Ну, не переходя на шаг, скажем так. Вот, то есть, речь не идет, вообще, там, в каких-то временах. То есть, просто надо быть в состоянии 15-20 км в сутки. Вот. Нет, в сутки люди проходят по 100 км, как бы, не переходя на бег. Так что… Вот, значит, есть еще тест Купер, я чуть дальше про него скажу, как вариант некоего теста по функциональной подготовленности. Вот. Значит, это общеразвивающее упражнение силового характера. Вот. Ну, пистолетик тоже, понятно, наверное, на прошлой речи идет. Дальше вот идет некая градация количества повторений, то есть, которые вы максимально можете сделать. Значит, соответственно, вот 1,4 – это совсем плохо там. Опять же, это, ну, это, в основном, основано на неких физиологических, биологических процессах, происходящих в мышцах. Ну, то есть, если человек, опять же, если он может там 20-25 раз повторять движение, то, скорее всего, оно уже не носит для него силовой характер. Это значит, что ему, ну, в данном виде упражнения, как бы он уже, ну, не то чтобы совершенен, но, по крайней мере, ему уже нужно что-то другое делать для того, чтобы продолжать развиваться. Ну, нормы ГТО, в общем, они такие, надо сказать, довольно демократичные на сегодняшний день. Я бы не стал на них опираться. Вот. Значит, есть еще некие нормативы в программе подготовки альпинистов. Если вы ее когда-нибудь найдете, где-нибудь там на сайте ФАР, она там есть. Но это квест такой сложный, его там отыскать. Там есть тоже нормативы, но они тоже довольно смешные, на мой взгляд, потому что там, например, ну, максимум, что требуется с альпиниста, который проходит подготовку, значит, на спортивное мастерство, то есть это уже там кандидат мастера спорта и так далее, по приезду в горы, вот уже как бы на пике своей готовности, максимум, что от него требуется, это 14 подтягиваний. Ну, на мой взгляд, как бы, в общем, фигня какая-то для мастера спорта. Что такое тест Купера? Это вы бежите 12 минут, то есть отталкиваетесь именно от времени, и ваша задача за эти 12 минут пробежать как можно больше расстояния. Ну, то есть это делается где-то там в манеже или на стадионе. Вот. И по тому количеству метров, которые вы пробежали, можно посчитать такой параметр, как максимальное потребление кислорода. Обычно это считают супер-пупер в лабораториях, одевают маску на лицо, которая считает углекислый газ, кислород. Вот. Но если мы говорим не про профессиональный спорт, то для большинства людей цифра, полученная вот по одной из этих двух формул, она будет, я вас уверяю, там на 95-98% соответствовать вот этому МПК, измеренному лаборатору. Потому что, опять же, я, ну, провел там, не знаю, порядка, 500 тестов на лабораторных условиях, ну, других людей, не меня, с измерением вот этого МПК, значит, при помощи газоанализатора. И сопоставляя эти данные с их результатами в беге, вот это очень близко всё к действительности. Поэтому можете пользоваться достаточно достоверно. И вот такая вот таблица по тому, как свой, то есть она и к возрасту привязана, и для мужчин, и для женщин. То есть вот вы получаете максимальное потребление кислорода, собственно говоря, это количество миллилитров кислорода в минуту на килограмм массы тела, которую ваш организм потребляет. вот. Эта цифра зависит в том числе от массы тела, собственно говоря. То есть чем больше у человека избыточной массы тела, тем эта цифра будет хуже. И для того, чтобы эту цифру улучшить, можно не тренироваться, а просто сбросить. Но на самом деле это будет влиять и на состояние общей массы. Максимальное расстояние за 12 минут мы используем какой вариант? Когда мы ломанулись, и через 5 минут сдохли, и дальше это ползаем? Либо вот это, когда мы уже не можем разговаривать, но ритмично бежим, дышим. Значит, скажем так, наилучший результат будет в том случае, если пробежать равномерно. То есть как мы на марафоне? Ну не на марафоне, а как бедный результат на 3 километра, я бы так скажу. Примерно. То есть с распределением своих возможностей? Ну, скорее всего, надо просто 12 минут до блевоты потерпеть. То есть рванул как на 500, а дальше 12 минут терпим. Примерно получается, что чем больше потребление кислорода, тем результат хуже. Почему? Ну а этот результат на что влияет? В смысле цифру, например, потребление кислорода, да? То есть вот там я, например, тест проводил, и у меня вот по этой формуле там в итоге получилось там 55 миллилитров. Вот. Я смотрю, мужчины, возраст. Вот моя группа возрастная. Там 55. Хороший уровень там. Все нормально. А если я там посчитал и понял, что у меня там 37, значит, надо как-то тренироваться. То есть если я оказался вот здесь, у меня там 56, это, конечно, не значит, что не надо тренироваться. Вот. Можно его еще увеличивать. Но это некие ориентиры. По крайней мере, опять же, проводя этот тест у пера там раз, не знаю, там два месяца, можно смотреть вообще меняется в результате тренировочного воздействия. Вот. Значит, есть еще такой степ-тест. Тоже, наверное, это более сложное такое мероприятие. Но, в общем, тест заключается в том, что вы на некую там ступеньку или на некую тумбочку с определенной частотой движений зашагиваете наверх-вниз, наверх-вниз, наверх-вниз. То есть ритмично включаете метроном, и вот этот метроном на нее там 3 или 5 минут, ну, опять же, методики разные есть, ну, грубо говоря, 5 минут вы на нее заходите, но частоту движений выбираете такую, чтобы у вас был пульс там, ну, не больше 120 ударов. То есть это может быть совсем так, медленно там ток-ток-ток-ток-ток. Вот. Потом 5 минут отдыхаете, вот, и увеличиваете частоту этих движений так, чтобы у вас пульс поднялся там, ну, где-нибудь до 150-160 ударов. Опять же, ну, несколько раз сделав это, вы начнете достаточно точно попадать в свой пульс. Вот. То есть нагрузка регулируется за счет вот этого метронома. То есть сначала вы медленно это делаете, потом быстро. У вас, соответственно, нагрузка увеличивается, пульс тоже. Считается, что среднестатистический, опять же, что пульс до 170 ударов зависит от мощности работы, как бы, линейно. Вот. И, значит, соответственно, получив в результате вот этих двух нагрузок два значения пульса. То есть после первой нагрузки у вас был пульс там 110, а после второй нагрузки 160. Значит, вот нагрузку эту можно измерить, которую вы выполняли, ее можно измерить в ваттах. Значит, для этого вам нужно знать вес, ваш вес, частоту движений и высоту ступеньки, на которую вы зашагиваете. Есть, ну, опять же, кому интересно будет, я могу все это материально сбросить там. Значит, есть формула, по которой, зная вот эти исходные данные, можно посчитать мощность в ваттах, мощность вашей работы при выполнении нагрузки. И вы рисуете график, где у вас идут по одной оси, значит, мощность в ваттах, по другой оси пульс. И ставите две точки, вот эти две ступеньки, проводите через них прямую. И смотрите, какая бы у вас была теоретическая расчетная мощность на пульсе 170. Поэтому она называется, значит, 170. Вот. И вот определяете вот эту теоретическую мощность на пульсе 170. Соответственно, чем будет ваш организм, то есть, чем будет сердечно-сосудистая система функционально лучше подготовлена, тем большую мощность работы при том же пульсе 170 вы сможете выполнить. то есть, человек не тренировался, и он там на пульсе 170 еле ползает, человек там полгода потренировался, и он на пульсе 170 может там фигачить, не знаю, 10 километров за 30 минут. Ну, условно говоря. Вот. Значит, в принципе, в целом это всё, что я хотел успеть донести практически даже попало. Вот. Ну, если какие-то есть вопросы, я готов на них ответить. Значит, понятное дело, что, ну, тут невозможно раскрыть, там, типа, целиком полностью, как надо тренироваться, но какие-то такие общие моменты, я надеюсь, что полезно удалось донести. Саша, вот такой вопрос, а вот где, как бы, вверх, вверх, вверх. То есть, вверх, это, получается, два основных. Это как простой пример. А доступный? Скажем так. Да, он, во-первых, и, вот я говорю, достаточно демократичный, то есть, в принципе, в любом месте, в любое время года, ну, можно заниматься, и для этого ничего особо такого там, ну, желательно там, обувь более-менее подходящую. А так, в общем-то, некоторые босиком бегают. Кстати, очень хорошие, для того, чтобы понять правильную и, как бы, нетравматичную технику бега, очень хороший способ, это прийти в какое-то помещение с хорошим покрытием, ну, или, там, стадион летом, и побегать босиком. Вот, вы сразу, то есть, можно, там, десять тысяч раз объяснять, какая вот, там, правильная техника бега, там, как надо стопу ставить, на какую там часть, но, то есть, вот, когда человек начинает бежать босиком, он, все неправильные варианты постановки стопы ему больно. То есть, человек не будет никогда в пятку ногу ставить, когда босиком бежит, никогда не будет носок стыкать, потому что это тоже очень сильно. То есть, человек начнет сразу в правильную бег. То есть, можно прямо так делать, там, в манеже где-нибудь, кружочек босиком, одел кроссовочки, раз, попытался это перенести, потом чувствуешь, что-то там не так, опять снял, босиком пробежал, опять одел. То есть, постепенно переносить это. А вопрос, я так понял, правильно, Владимир, я понял, ну, то есть, с возрастом колени очень часто лишь травмированное, и хрящи уже убитые. В том числе, правильная техника бега, она помогает избежать травматизма или не усугублять существующий травматизм. А вылечить помогает? Ну, может быть. Сюда же относится, опять же, растяжка, как элемент профилактики травматизма. Вот, и, ну, соответственно, не обязательно бегать. То есть, это, там, если есть возможность, там, крутить велосипед, можно велосипед крутить. Ну, я говорю, то есть, это может быть даже круговая, там, тренировка какая-то в тренажерном зале. То есть, она просто, то есть, как средство тренировки используются, там, какие-то там снаряды тренажерного зала, но при этом не силовая тренировка выполняется, а идет такая вот легкая аэробная работа, там, на пульсе 120. Просто от одного к другому переходишь, там, в разные мышцы группы. Периодически это, там, перемежая с белым тренажером и беговой дорожкой. И так, там, полтора-два часа. Вот, я делал, вот, на стадионе энергии мы делали такой вариант, значит, десять минут бегаешь, потом, значит, десять минут на турниках занимаешься, потом десять минут нажимаешь по веревке, ползаешь, вот, и десять минут траверсы с ледовыми инструментами. Ходишь, ну, то есть, не спускаясь на землю. Просто какие-то простые движения там. Причем по этой мы делали даже, ну, поначалу, когда, там, человек недостаточно подготовлен, такая, там, длинная шведская стенка, ну, металлическая на улице стоит. Вот, и просто вот вокруг нее с ледовыми инструментами по этой шведской стенке по кругу ходит. Ну, руки как бы устают, но нагрузка легкая, и десять минут, в принципе, ее можно выполнять. Вот, то есть, вот такой один круг, то есть, бег, турники, значит, жумаринг и вот эти траверсы. Вот, и, то есть, вот он занимает, там, где-то сорок-пятьдесят минут, ну, вместе с переходом. И таких, там, три-четыре круга за тренировку. Вообще, вот так вот, представляем. То есть, когда, когда уже, там, человек натренированный, этого становится недостаточно, то, соответственно, этот бег уже можно делать не просто, там, десять минут трусцой по стадиону, а можно делать какие-то, там, интервалы, там, прыжковые упражнения. Жумарить по веревке уже можно подцеплять к себе, там, баульчик килограмм пятнадцать. Вот, и траверсы уже можно делать, там, по зацепкам какие-то. Ну, то есть, такой вот тоже вариант. То есть, это уже, как бы, переход от общей физической подготовки чуть-чуть в сторону специальной какой-то. То есть, здесь не важно именно. То есть, если мы не тренируемся именно для бега... Кстати, вот, чем степ-тест лучше, чем тест Купера, вот этого, для оценки, как бы, функциональной подготовности, то, что в тесте Купера, там, двенадцати минут нам, однозначно лучший результат будет у человека, который занимается бегом. И, в общем-то, нам, как альпинистам, какая разница. Ну, то есть, человек, который альпинизмом не занимается, там, шарашит круглый год в беге, ну, естественно, у него, там, за счет техники будет результат лучше. Он, там, может, шиповки оденет какие-нибудь. А степ-тест вот этот, поскольку он не привязан именно к технике беговой и к беговым чисто каким-то нагрузкам, а оценивает, скорее, именно сердечно-сосудистую систему, он гораздо более показательный именно для нас. Ну, и вообще биомеханика, движение, оно тоже больше похоже на то, что мы в ГРФ делали на ступень. А их гликопрофессионально делать, да, эти тесты? Степ-тест? Да. Да, в общем-то, нет. Ну, как? Какие лаборатории там вообще? Тест, вот этот тест ПВЦ-170, он есть, значит, лабораторный вариант, его есть на велоэргометре. То есть человек педали крутит там сначала с легкой нагрузкой, потом с тяжелой. И вот рассчитывает, ну, то есть мощность, пульс, все точно так же рассчитывается. То есть, в принципе, это можно делать в любом тренажерном зале, где есть велоэргометр, который показывает мощность в ватах, можно делать такой тест хоть раз в неделю. Вот. Я постараюсь там в ближайшее время степ-тест, вот этот вот, как бы методику изложить на бумаге. Ну, некий алгоритм выполнения. То есть у меня там, в том числе, дипломная работа была связана с этим степ-тестом. Именно применение его, ну, как бы на альпинистах. Ну, и в том числе, в общем, там, по результатам видно, что, скажем так, то есть вот люди делали на равнении в Москве степ-тест и тест-куперы. И потом они делали в горах степ-тест. Ну, тест-куперы они в горах, конечно, делали. Вот. Но результаты в степ-тесте между Москвой и горами, они полностью, ну, не полностью, конечно, но они соответствуют. То есть те, у кого лучше был степ-тест в Москве, у тех же был лучше степ-тест в горах. А при этом тест-куперы там, вот кто в беге тренируется, у того был хороший тест-куперы. А кто там ходит в бассейн развивать сердечно-сосудистые системы, у того тест-куперы был плохой. А вот в степ-тесте там все достаточно логично. Даже, наверное, есть мысли даже этот тест сделать, на самом деле, приложение для телефона. В общем-то. Он тебе сам будет говорить, что делать. Ты просто циферки забиваешь и все. Вот. Есть, кстати, сейчас безумное количество всяких гаджетов и программ для развлечения спортсменов-любителей. Ну, я считаю, что это именно для развлечения спортсменов-любителей, потому что на результат это мало влияет. Есть, значит, пульсомеры, пояс, который одевается на грудь, там на часах показывают пульс. Есть пульсомеры, которые передают сигнал через Bluetooth. И если вот есть, ну, соответственно, телефон с Bluetooth Smart, есть замечательное приложение Cardio Mood называется. Ну, тоже могу потом, если кому интересно будет. Вот. Значит, он пишет пульс, даже не пульс, а так называемые RR-интервалы. То есть он каждое сокращение сердца записывает отдельно и интервалы времени между ними. Дело в том, что у нас сердце сокращается как бы не... То есть интервалы между ударами сердца, они не одинаковые, на самом деле. И чем в более расслабленном состоянии человек находится, тем они разнообразнее. То есть сердце там бьется практически, ну, казалось бы, хаотично. И наоборот, когда человек в состоянии стресса или физической нагрузки, сердце начинает работать очень ритмично. Вот. И вот по этим RR-интервалам на самом деле можно сделать огромное количество выводов по состоянию человека на данный момент. Когда эта программка, она обсчитывает вот эту запись в режиме RR-интервалов. То есть можно точно также там не утренний пульс мерить, а пять минут просто в покое утренню записывать. И получать достаточно интересную информацию по не только состоянию сердечно-сосудистой системы, но и состоянию нервной системы. В общем, аппарат, скажем так, который был раньше там доступен только в каких-нибудь кардиоцентрах, вот сейчас это две фигуринки какие-то одну сюда, делал другую, включил, она тебе сама все посчитала, сама все рассказала. Ты там смотришь всякие графики и чего угодно. В почту скидываешь, там можно сразу сделать так, что он как только посчитал, он там отправляет на почту тренеру. И ты там не успел зубы почистить, у тебя там тренер уже говорит, так, сегодня на полчаса меньше, там. Сейчас. Ну, сегодня без лак. Да. Ну, бывает. Это, это лисы. То есть, опять же, сейчас есть лисы, которые там измеряют состав тела. Там жиры, воду, там, мышечную массу. То же самое. Причем, опять же, они, они передают, передают через интернет там всю эту информацию. То есть, то же самое. Ты там встал, навесли. И они по почте отправили тренера. Все аппараты. Я не придумал. Так что... ... ... ...